приветствую всех на канале вот такой Fiat 500 к нам приехал вернее не приехал его привезли автомобиль разряжен не заряжается не едет на приборке вот такая черепаха и написано limited power mode батарейка разряжена пробегу на 41 819 километров сейчас диагностирую автомобиль посмотрим что у нас и почему у нас он не заряжается не едет батарея высаживается появляется дисбаланс автомобиль блокируется уже не заряжается никуда не едет вот это очередной автомобиль к нам попал с подобной ситуацией и здесь проблема в том что еще не выходит на связь сами элементы то есть невозможно через диагностику увидеть напряжение на элементах согласовали снятие батарейки и сейчас я снимем проверим балансировку и скорее всего придется разблокировать бмс-ку потому что бмс здесь блокируется и после этого автомобиль становится недвижимостью в общем сейчас буду снимать батарейку разбирать проверять а фордовские батарейки приезжают с другой проблемой они очень часто намокают за счет деградации но я уже делал видео не буду сейчас повторяться поэтому можете на канале посмотреть если что в конце оставлю ссылочку на эти видео это проблема с фордовскими батарейками также у нас стоит батарейка с мерседеса там проблема в том что подпадали контакты с полигонов и бембишки некорректно ведутся но это батарея с honda мнв дон фэнк здесь проблема с бмс но закончим эту машину сделаю видео батарейка снята сейчас для начала наверно все-таки помоем потому что она чересчур грязная вскроем и будем проверять отмыли батарейку но теперь будем разбирать у нас опять нет электроэнергия но свет у нас сейчас есть в общем сейчас разберу ее и посмотрим что у нас ней здесь есть и легкий разбаланс но основная проблема что практически нет напряжения вот на модуле напряжение 209 вольт здесь раз два три 4 5 6 последовательных соединений при этом 2 вольта на одной банке напряжение 0 3 вольта 0 3 вольта 0 27 вольт 0 36 вольт 0 37 вольт 0 33 0 32 то есть батарея высажена в хлам и это как раз ценная проблема этих автомобилей потому что за счет высоковольтной батарейки она пытается включать 10 10 и заряжать 12 вольтовую батарейку поэтому для правильной эксплуатации необходимо оценить чеку и 12 вольтовый аккумулятор и чеку и тогда батарея не разрядится но к сожалению вот такая вот проблема в общем будем разряжать будем ее заряжать и так а ради интереса сколько у нас общее напряжение на батареи а общее напряжение батареи у нас 34 вольта то есть это батарея даже сейчас только мне ударит в общем для начала нужно будет поднять зарядить и потом чуть-чуть отбалансировать 0 28 0 3 0 3 0 3 0 3 0 27 кстати говоря даже с таким напряжением эти машины удается оживить и они еще ездят 0 39 0 374 0 398 короче везде 0 2 0 3 вольта дали нам электроэнергию и теперь заряжаю батарейку напряжение достаточно быстро поднялось до двухсот тридцати двух вольт зарядил батарею отбалансировал ее насколько это было возможно и сейчас у нас напряжение на батарее 347 вольт напомню что было около 35 и на каждом элементе у нас 382 вольта и на модуле 22 94 но этот модуль 6 с а также здесь есть модули 5 с сейчас накину крышку подкину батарею на автомобиль посмотрим что у нас дальше будет либо же надо будет чистить бмс от высокого разряда короче говоря перепрошивать его и дальше уже будет видно что дальше делать но владелец жаловался что вернее автомобиль к нам попал с тем что он не заряжается автомобиль разряженный был в течение одного или двух месяцев и к нам попал уже полностью разряженный в ноль естественно он с нуля заряжаться никак не будет поэтому нам необходимо было сначала ее зарядить оживить батарейку ну а дальше уже будем разбираться почему автомобиль не заряжать то есть по факту мы сейчас боролись только со следствием а с причиной будем бороться после того как мы полностью победим следствие до хотел еще добавить что несмотря на то что он fiat 500 это достаточно бюджетный электромобиль но несмотря на это в батарее здесь есть вся система безопасности для электромобиля здесь у нас два контактора контакта реле при charge датчик тока резистор при чарджа в общем здесь вся система безопасности есть в отличие от некоторых китайцев где один контактор и все больше ничего уровень заряда у нас на батарее сейчас 34 процента подключил диагностику считал ошибки сейчас их удаляю и посмотрим зайдет ли у нас в блок бмс и увидит ли у нас напряжение на элементах так как первоначально она у нас не высвечивала напряжение потому что она была ниже минимального порога и сейчас хочу посмотреть будет ли у нас автомобиль запускаться к сожалению показания подвеска не стоит тормозные трубки пока висят в воздухе поэтому есть у нас ошибка по псу это датчик числа оборотов заднего левого колеса и аналогично по правой стороне и ошибка электропривод заслонки смешивания воздуха левая сторона но это по салону это сейчас нас пока меньше все интересует поэтому жду когда закончится удаление ошибок и продолжить диагностику автомобиль запускается едет и остался вопрос заряжается у нас или нет но автомобиль у нас не заряжается мало того он даже не видит что у нас зарядка подключена к автомобилю автомобиль у нас уже запускается после установки батарей она сначала не хочет запускаться но немножко нужно поманипулировать диагностикой и тогда все начинает работать к сожалению это не попало в кадр у меня заделась камера сейчас уже все работает и автомобиль уже ездит но пока не заряжается сейчас буду прозвонить и мало того она даже не видит зарядный пистолет что подключен к машине и зарядный пистолет не видит что он вставлен машину обычно даже если не работает что-то charger там еще что-то автомобиля то при подключении пистолета зарядное устройство видишь что подключено к машине но не дает напряжение не дает питание на charger и но проблема в том что даже зарядное устройство не видишь что подключено к автомобилю дело в том что если проблема по восковольтной части в charger это зарядный пистолет когда подсоединен к автомобилю зарядка это видит но не пускает не питание на charger то в данном случае зарядка не видит вообще что подключена к автомобилю в общем нужно сейчас прозванивать проводку и смотреть почему же нас автомобиль заряжаться не хочет кстати говоря если автомобиль у нас в режиме ready даже есть там один процент и автомобиль переходит в эти то включает контакторы то как минимум то как минимум можно автомобиль зарядить если есть блок питания 400 вольтовый можно зарядить через charger сверху откинув крышку и подав питание напрямую на батарею главное не припутать полярность это будет большой фейерверк в общем и если нужно будет это делать то покажу как это делать но сейчас у нас заряд 30 процент поэтому в этом нет необходимости в общем буду сейчас прозвонить проводку и смотреть почему у нас машина не общается зарядкой так у нас не сама зарядная станция не видит что автомобиль заряжается вернее чтобы основе подключен не сам автомобиль не видит что подключена зарядная станция и даже если нажать сейчас зарядка to start charging please плагин ну то есть просит что подключились при том что и по диагностике у нас все нормально charging статус готовность wait for charge ready charging voltage request короче говоря она у нас готова к зарядке но не заряжается снял крышку с чаджера потому что проверили провода и провода у нас звонится нормально сопротивление у них небольшое то есть проводка целая до этого разъема сейчас хочу проверить еще эти же провода потому что у нас могут быть проблема в самом этом разъеме хочу уже исключить момент проверить сзади на разъем который идет на плату вот он идет но кстати говоря вот обратил внимание что здесь провода уже тыкали пробиты иголочкой эти провода вот эти провода хвильные он есть место где протыкали странно что один только вот этот бирюзовый и здесь тыкали в общем сейчас буду проверять и смотреть в общем дошли мы до истины и проблема оказалась все таки не в самой плате и не в компонентах платы а вот в этом разъеме дело в том что в очередной раз когда пытался снять его я не смотрю то что отжимал фиксатор но у меня соскочила сама вот эта часть нижняя часть разъема и обратил внимание на то что короче говоря когда подсоединил без этого без этой проставочки то у нас автомобиль начал заряжаться то есть по факту у нас оказалось что всего лишь навсего разбиты здесь пины почему их раздавили непонятно возможно когда здесь прозванивали и то же самое сюда толстыми иголочками вставляли их разжали поэтому нас разъемы сейчас разжаты из-за этого у нас автомобиль не хочет заряжаться так сейчас сниму соседний разъем это у нас на хвилл идет посмотрю какие там но для сравнения даже можно посмотреть насколько здесь маленькое отверстие и насколько здесь то здесь их просто раздавили чем-то и поэтому автомобиль перестал заряжаться вот такая вот мелочь и сделай из автомобиля недвижимость зарядка пошла индикация на торпеду тоже пошло заряжаться кстати говоря если бы мы первоначально начали разбираться с зарядником то не факт что мы дошли бы до истины потому что батарейка если она сильно разряжена то она заряжаться не будет поэтому если она сильно разрядилась то такую батарейку нужно вручную сначала поднимать но после того как автомобиль у нас чуть позаряжался постоял он опять перестал заряжаться антон врубает и это вырубает вот так она себя ведет то есть теперь уже контакт есть но работать все равно она не хочет то есть и это даже было не причина тоже следствие надо будет продолжать заниматься дальше в общем опять вскрыл крышку и по сути можно забыть все что было до этого уже дошли до истины оказывается этот чарджер уже владельцу ремонтировали и проблема была в другом проблема была в корректоре коэффициента мощности и как она выражалась то что на вход напряжение идет переменка 220 вольт на выходе уже не поднимает напряжение до напряжения батареи сейчас напряжение батарея когда я заряжал ее было триста шестьдесят вольт если не ошибаюсь но сейчас на выходе у нас всего лишь 300 на выходе у нас сейчас все 325 вольт естественно у нас 325 вольт никак не могут повысить напряжение 360 вольтовой батареи и собственно говоря из-за этого у нас автомобиль сейчас не заряжается в общем отправили charger джетонер его там уже ремонтировали и поэтому отправили тому же человеку это владимир занимается ремонтом подобных деталей в общем отремонтировали его и установили на автомобиль сейчас заряжается немножко модернизировал чтобы опять этот компонент не горел и теперь по идее он должен работать нормально в общем сейчас автомобиль поставили на зарядку и сейчас посмотрим заряется он полностью или опять будет какая-то проблема 67 процентов батареи заряжена на 69 километров но это еще все будет пересчитываться и прогнозируемый заряд еще 3 часа 17 минут все у нас работает в тот раз у нас машина переставала перестала заряжаться через 20 минут зарядки уже она стоит ну пару часов точно результате автомобиль зарядился на сто процентов после чего автомобиль был отдан владельцу хочу поблагодарить владимира и житомира проблему удалось решить с его помощью он его слегка модернизировал теперь вероятность выхода из строя минимально осталась загадка почему он первоначально вышел из строя и почему вышел из строя после первого ремонта спасибо за внимание до скорых встреч на канале и чтобы не пропустить новые видео подпишитесь на канал и нажмите колокольчик всем пока и мирного неба над головой